Доброе утро! Следующий день. Наконец-то я дозвонилась, дописалась до мужчины, который коптит рыбу, он, кажется, русскоговорящий. Я с ним по-английски, он мне отвечает по-русски. Когда я сказала, что меня зовут Марина Блаус. В общем, он вообще тут недалеко живет, где-то в двух милях от меня. Везу ему рыбу. Ставила себе хвост. Наверное, сделаю уху сегодня. Везу все филе для него. Для меня это окей. Я не такой большой. Ну, как вот копченая, да, я его люблю, мясо. А так, чтобы я такой большой любитель этой веслоноса, не очень. Так что, сбросили мы рыбу. Такой приятный дедушка. Все, договорились мы с ним. Он сказал, что это, наверное, возьмет около недели, потому что там засаливать дня четыре. Потом вялить, потом коптить. Ну, короче. Я говорю, я вам доверяю, делайте, что вам надо делать. А призвоните, приду, заберем. Так что мы договорились. Ура! Я, слава Богу, рыбы у меня уже нет на руках. Икра вся, ну, почти вся в морозилке, какая у меня в холодильнике, я ей уже позавтракала. Было очень-очень вкусно. Все. Едем домой. Дяшик, я ему говорю. Дяшик пошли и там что-то про рыбу говорю. Дяшик уже думал, мы берем удочки и едем за рыбой. Ну, рыбачить. Я говорю, не-не-не, Славичка. А я так хочу рыбачить, мой ютюшонечко. Пусть папа тебя рыбачить берет. Мама уже нарыбачилась. Едем домой. Сегодня Анжелика приезжает. Надо хоть немного прибрать дом. Мы около Ортодонта. Габриэл нас сюда привез и сейчас будет увозить. Я не заходила, я пытаюсь монтировать видео за вчера. Так что будет поздно. Вот. Сделали мы дело. Джульетта тоже была сегодня у Ортодонта. Не сняли ей опять бракеты. Она в слезах. Я ее не снимала. Дали еще шесть недель. В общем, капец. Ладно, заводим машину и едем. Так, это то, что осталось от моего хвостика. Я сделала бульон рыбик. Будет у нас уха. Наваристый, вкусненький. Смотрите, какой красивый. Сейчас распотрошу некоторое мясо, брошу. Не знаю, что я вам писала. Записывала последнее. У нас уже седьмой час. Я еду в зал за пацанами. За пацанами это за Габриэлом и за его другом-одноклассником. Я их сегодня вместе забрала со школы. И они сейчас упражняются. Ну как, уже готовы, чтобы я их забрала. В духовку поставила. Я взяла из Сэмс-клуба, когда мы были там. Кассирол ничеладос. Такие мексиканские блинчики с куриным мясом и соусом. И с сыром. В общем, приедут, будут есть. Джульетта сейчас на уроках. Анжелика у нас уже приехала. Также Дэнни сегодня уехал. Получается, у его невестки, брата, жены, умер отец. Этот отец, он его сейчас знает как бы с подросткового возраста. Семья. До того, как его усыновили Вайти, его семья Вайтов, да. Они ходили вместе в одну и ту же церковь вот с этой семьей невестки. И на выходных они брали детей из детдома провести выходные. Чтобы у них как бы были, чтобы у детей были опыт, ну как, семейной жизни, не только интернатской. То первая семья у него была именно такая. А потом уже Вайты его начали брать. И через некоторое время они его усыновили. И получилось так, что дочка первой семьи вышла замуж за сына его семьи, которая его усыновила. В общем, он этого мужчину знает достаточно хорошо. И поэтому поехал на похоронах. Умер этот мужчина. Так что мы сами, хотя планы были провести с девчонками время покутить. Потому что Анжелика завтра уже уезжает. Она до моего дня рождения не останется. Она работает. Так что покормлю пацанов, подождем, когда Джульетта вернется со школы. Детей подготовлю к постели и Габриэл будет за главного. А мы с девчонками поедем куда-нибудь. Я хочу поехать в Ирландский паб на Черри стрит. Потому что я своим подружкам предлагала все там, ааа, ты далеко, бла-бла-бла. Мне-то недалеко, мне-то классно. И девчонкам моим тоже. Так что мы пойдем, сегодня проведем время девичник. Вчера с сыном провела, сегодня со старшими девчонками. Музыка Наряжаются, Джулета, Анжелика. Я тут пытаюсь Джашика в пижаму одеть. И пойдем. Свой выход. Свой аутфит. Это вы уже видели, да? В магазине. Ну, еще такие кабуки. Так что... Идем гулять с девчонками. В общем, мы приехали. Десять вечера, мы наконец-то вышли. Джашик спит, Тринка почти спит. Габриэл за главным. Ай, бляха-муха. Ногу подвернула. Я на каблуцарах. Непривыкша. Здесь жизнь кипит еще. Этот ирландский паб, куда я хочу пойти, я вам его уже показывала. Мы сегодня ходили на годовщину. А... Ой... Он до двух часов вечера открыт. То есть ночи. Так что... Идем туда. Потребляю на своих каблуках. Девчонки летят налегке. Я забыла очки свои. Не прикиньте. Так что использую камеру. Посмотреть, что у нас тут на меню. Ну что, глаза не те. Когда тебе вот-вот 44. Я хочу сипут или я хочу бараньи стейки. Все вкусно. Звучит. Я уже заказала вино. Анжелика себе там тоже заказала какое-то пиво. Выросла девочка. Вы представляете? Дюллета будет у нас водителем. Вот. Веселимся. Все выглядит как... Знаете, такое ощущение, что дома где-то. Там полочки, фотографии. Очень уютно. Ой... Это повеселение. Это пиво? Это... Это пиво? Это пиво, оранжевое ватко и пиво. О, моя Господи. Она в дерьме. Это не просто пиво. Это водка с пиво. Это пиво? Это пиво. Это пиво. Это пиво. Это пиво. Вау. 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 Ну, ты не пиваешь, наоборот? Я пиво. Темно, темно. ждем заказа мы решили что мы хотим я заказала себе ягнятину вот моя ягнятина овощи грибы у Анжелики здесь куриный пирог и кулеты с супом с омаром и кукурузой мы поели очень видное место мне очень понравилось а я бы сейчас чаек выпила а я вообще ничего не сплю кстати была устала я целый день отлично поболтали с девчонками кто-то у нас реально под градусиком небольшим нормально идет нормально это уже хороший знак мы за ней будем следить ладно идем домой можно сказать что официально празднование моего дня рождения мы начали отлично посетили я мало снимала потому что мы общались и это уже лично мы с девчонками общались это было очень приятно я рада что мы наконец-то доросли до того возраста когда твои дочки уже становятся как бы твои подружки они до сих пор еще как бы прикалываются с некоторых вещей какая мама такая всякая иногда бывает но все равно есть контакт дружеский и я очень рада я всегда об этом мечтала вот потом мы пришли домой малыши спят габриэл справился хорошо да не им позвонил с арканзаса джошуку что заснул до того он поговорил с тринити со скарлинг в общем и она после этого заснула ну вот и было приятно прийти домой старшие девчонки там быстро приготовились постель и пошли спать все пошли спать а я просто наслаждалась тишиной такие редкие моменты когда мужа нету дома сиди здесь спят и это только я одна в зале и тишина тех кто в теме поймут а ну еще приятный приятный момент Анжелика когда заказала свое пиво и попросили ее айди удостоверение личности я скажу не в зуб ногой а потом мужчина ну вам 20 лет я говорю да говорю только-только говорю вот почти исполнится а потом думаю это он так любезничает или все таки надо доставать ну состверение личности типа как бы хватит а потом думаю да нет он просто комплимент не делает но по-любому скажем приятно спасибо большое даже если он это не серьезно имел ввиду все равно было приятно вот так что хорошее начало положено к празднованию моего 21 21 дня рождения шучу вот уже буду закрывать влог огромное спасибо за просмотр вашу поддержку комментарии лайки подписку и просмотр рекламы мы молимся за Украину верим в победу в наших сердцах желаем вам скорого мирного неба над головой и свободной Украины до новых встреч и бай бай на канале и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok